Старый Новый год отметили в творческом объединении «Радушка» Центр дополнительного образования детей из Китимского района. Примерить на себя роль хозяев или калидовщиков имели возможность все воспитанники объединения. В рамках знакомства с народными традициями и в реализации программы «Сибирские умельцы. Традиции. Современность» мы проводим мероприятие, которое называется «Васильев вечер» или «Новый год у ворот». «Васильев вечер» — это вечер накануне Нового года, на году 1 января. Но так как у нас произошло смещение календарное, то сейчас мы этот праздник называем «Старый Новый год». Так вот, чтобы дети знали традицию, откуда произошло это непонятное название, да, «Старый Новый», на самом деле это вот «Васильев вечер». Мы сегодня его проводим, посмотрите, как он проходил. Входил он в праздничный комплекс святочный зимний. Начинались святки у нас от Рождества и до Крещения, как говорили наши предки, от звезды и до воды. И вот в рамках этого святочного комплекса был вот этот праздник. Участники мероприятия — четвероклассники третьей леневской школы. Радужку они посещают уже четвертый год, так что в знании народных праздников они почти профессионалы, шутят руководители ребят. В гости пригласили родителей. Это самые благодарные зрители на мероприятии и помощники при его подготовке. Родители у нас самые активные участники. Молодцы, прям им большое спасибо. Они нам и Васильеву кашу сварили. И в общем всем, чем всем, всем помогают родители, очень дружные родители в этом классе. Просто замечательно, одно удовольствие работать. Современные дети в старорусских нарядах. Так проходит погружение в атмосферу давно минувших лет. Ну и, конечно, тексты. Ребята учат их заранее. В них и история праздника, и его традиции. Объединив все вместе, участники встречи получают замечательную возможность перенестись ненадолго в прошлое и понять, как жили наши предки. Василий был известен как добрый человек, который приходил на помощь нуждающимся. Жизнь его обросла легендами, но православная вера, что мужчина являлся исполнителем некоторых чудес. Святым его признали только лишь после смерти. Поэтому день накануне 1 января называют Василием или Святым вечером. Дети приписывают нам отмечать Старый Новый год. Обязательно накрывать богатый стол, приглашать заново тех, кого мы любим и желаем счастья. И еще одна традиция – просыпать попу зерна пшеницы, призывая урожайный год. Старину – это с песнями и поговорками делали детишки и молодежь. А хозяйка дома собирала эти зерна и хранила на посевах. Святки на Руси всегда проходили весело и дружно. Одна из главных традиций праздника – колядование. Ряженых ждали в каждом дворе, относились к ним с должным уважением, рассчитывая на взаимное пожелание благополучия. В поле нагулялись, а теперь сюда добрались. На людей посмотреть, да себя показать. По деревне пройти, да поколедовать. Здравствуйте, колядовщики! Здравствуй, хозяюшка! Все им, все им посеваем, с Новым годом поздравляем! Спасибо! И вас с Новым годом! Разреши, хозяюшка, под окошко встать, коляду рассказать. Тетенька добренька, дай, что вы сдобнили. Пышку на лепешку, да свиную ножку. Коляда, моляда, вы хотите пирога? Сейчас всех угощу, всем отрежу по кусту. Коляда, моляда, мы хотим пирога, не режь, не ломай, без пирог подавай. Весь так весь, подставляй мешок, положу вам пирожок. Каждая хозяйка на Васильев вечер варила кашу. По ней определяли, каким будет наступающий год. Если каша получалась рассыпчатой и удачной, значит и год будет добрым. Неудачную кашу даже не пробовали, выбрасывали в прорубь, чтобы отвести беду. Родители приготовили ребятам несколько горшочков с кашами, а вот с какими, колядовщикам предстояло узнать. И делали это они с большим аппетитом. Колядовать в старину любили, использовали несколько сценариев. Традиции. Одни водили с собой ряженую козу, другие обходились без нее. Главным фактором оставалось угощение и веселье. И хозяева, и гости могли и потанцевать, и песни попеть. Но в противном случае ряженые не обещали ничего хорошего. Уходите со двора, спать давно уже пора. Кто не подаст лепешки, тому побьем окошки. Кто не подаст ватрушки, тому побьем колушки. Кто не даст пирога, разобьем ворота. Да нет у нас ничего. А что есть, то и самим мало. Ах так! Гадания – еще одна знаменитая традиция святок. Проходили они в разных составах, в шутливой форме или не очень. И верить в результат или нет оставалось делом каждого. Все добро! Мое добро! Стать богатым может каждый. Если повезет однажды, ты в сторонке не скучай, денег в пачку получай. Старый Новый год подарил ребятишкам еще один праздник, еще один повод для радости и еще одну возможность получить подарки и положительные эмоции. Встречайте, Старый Новый год! Он столько радости несет! Огнями елко светит и ждут подарков дети. А кто постарше, свечи жгут, судьбу пытают, чудо ждут. Гадание лучше разгарит. Одной выгодитель парит. Бумагу жгут, на тень глядят. А свечи в зеркале дрожат. И веселится весь народ под Старый Новый год. Поздравить с праздником хотим. Он всеми русскими любим. С уливым вам процветания, присяг вагадания. Пускай везет вам целый год. Пускай вам счастье в дом придет. Ну что ж, друзья, на этом праздник не заканчивался. Каледовщики шли в какую-нибудь избу. И все, что накаледовали, выкладывали на праздничный стол. Угощались, танцевали, пели, шутили, водили хороводы. Девушки, конечно же, опять гадали. И так продолжалось до конца, с пяток, до девятнадцатого двоя. Сейчас ребята пойдут все, что накаледовали, попробуют съесть. А мы с вами прощаемся до следующего нового праздника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова